Вам предстоит познакомиться с очень интересным человеком, совершенно необычным человеком. Вы, наверное, уже поняли, что по объявлению, которое висело на сайте и на факультете, мы имеем дело с американским профессором. А сейчас вы поняли, что он свободно говорит по-русски. Он понимает все наши шумы. Потому что он профессиональный словист. Допускаю, что он, вернее, уже сегодня убедилась, что русскую литературу он знает лучше, чем я. Но это было одно. Но как он прошел путь от словиста, филолога до... Как все это связано вместе? Как этот человек, который много лет работает в России, у меня такое ощущение, что Уильям ездит из Луизианы в Москву и в Россию, как, знаете, из Подмосковья ездит на работу в Москву, в самолет садится как на электричку. Кем он чувствует себя здесь, в России? Своим или по-прежнему гостем иностранцем? Ну и кроме того, он откроет нам Россию, которую мы перестали замечать. Для нас это слишком привычное. Мы не ценим то, что имели, а Уильям смог это оценить. Помимо того, что его работы хранятся во многих очень серьезных архивах мира, таких как библиотека Конгресса США, Национальная галерея Искусства Соединенных Штатов Америки. Он ведь еще лауреат очень престижной российской премии. Лауреат премии Дмитрия Лихачева. Знакомьтесь, Уильям Брункель, профессор Тулеинского университета США. Спасибо за теплые слова. Я начал здесь работать летом 70-го года. И это любимый труд, но очень тяжелый труд. Это очень трудоемная работа. Так что это именно для вас, для публики. Но я это делаю для себя. Но теперь есть новые способы перекачки моих фотографий. Мои работы как историк. Я искусствовед, историк. Учился в Калифорнийском университете в Беркли. Вы меня слышали о Калифорнийском университете. Я считаю, что это лучший университет у нас в Америке. А потом преподобал в Гарбиде, как младший профессор. Ассистент профессор. Так что Гарбиде такой богатый университет, что просто отвратительно. Они не понимали мою работу, когда я перешел в сторону искусствоведения через фотографию. Но все-таки я пользовался ресурсами в Гарбиде. Там была первая моя фотолаборатория и так далее. Так что, а потом, когда решил пойти по довольно нетипичному пути, они сказали, что ты предатель. Был славист, а теперь неизвестно что. Фотограф, художник, искусствовед. Зачем так? Так что, вот такие университеты иногда себя обманывают. Они так гордятся своими достижениями, что не думают, что есть альтернативы. Они не видят альтернативы. Значит, я нашел приют в очень хорошем университете в Нормальяне. Это частный университет, не такой богатый, как Гарбид, но зато они более толерантные. И, пожалуйста, если хочешь заниматься искусствоведением, фотографией, пожалуйста. Только если определенное количество часов, вот каждую неделю говори, и вот и все. Так что, я нашел приют, убежище, чтобы продолжать свою работу с архитектурой России. И это все через фотографию. Без фотографии я бы не стал заниматься историей архитектуры. Но фотографирую то, что люблю. Есть у меня своя собственная рубрика для России сегодня. Russia Beyond. Это глобальный проект России сегодня. Название сегодняшней лексик. Какое, помните? Этика. И вот сразу поднимается вот этический вопрос. Наши СМИ очень ругают Russia Today. Очень ругают. Что это иностранный агент. Что это враждебная организация. Но я горжусь своей работой с московскими коллегами внутри этой структуры. Меня пригласили участвовать в этом проекте Russia Beyond, раньше Russia Beyond the Headlines, в 2010 году. В то время это российская газета управляла, если можно так сказать, этим сайтом. А с начала 2017 года Россия сегодня все это забрала к себе. Так что, я работаю против интересов своей собственной страны? Чушь. Конечно, нет. Никто не дает мне указания. Я делаю как искусствовед, как историк. Я пишу об архитектурном монастыре в историческом контексте. Я специалист. Вот почему меня пригласили. Это не только попс. Но там элемент попса. Естественно. Потому что они хотят, чтобы была большая группа читателей. Большая публика. Но они очень грамотные люди. Мы тоже хотим что-то содержательное о нашей культуре, о нашем наследии. И я, как фотограф и как историк, я им все даю. Как меня найти? Раньше я был на первой странице, на главной странице. Теперь, через траву, вот моя рубрика. Это я. Discovering Russia. Это я. Моя рубрика. Здесь доступ ко всем моим статьям. Их 192. Плюс еще статьи о моей работе. Коллеги очень доброжелательно пишут и публикуют статьи о моей работе. Так что это работа со СМИ. И я считаю, что это не только этическая работа, но это очень нужная работа. Вы не представляете, как пишут о России сейчас в наших СМИ. Это только стереотипы. Даже наши словисты сейчас редко бывают в России. Они не видят Россию. Они ничего не знают о вашей истории. Ничего не знают о вкладе в Великой Отечественной войне. Я просто делаю свою добросовестную работу, как ученый. Я показываю тысячам читателям кое-что о русской культуре. О вашей стране. И да, американские учреждения, библиотеки конгресса, Национальная галерея искусства, они поддерживали и поддерживают мою работу. Так что я был и в Мурманской области, и в Владивостоке. Я был в Белгородской области. Меня часто приглашают. Я всегда работаю как ученый. Делаю именно точную исследовательскую работу. Фоторабота для меня это тоже научная работа. Так что мы открываем Россию. Но вы не представьте. Иногда, редко, но иногда получаю сообщение. Снимите меня с вашего списка. Россию. У меня и русские читатели, и американские, и английские. Не хотят смотреть. Чего они боятся? Так что на сегодня в мире очень сложная атмосфера. Но в некоторой степени зависть. Но в научном мире есть такие страсти. Но, может быть, это меньшинство. Но всегда удивляюсь. Почему человек не хочет знать о России. Не хочет. Так что сегодня в мире такая мрачная атмосфера. И нам надо просто продолжать свою работу. И вот почему такие структуры имеют, на мой взгляд, огромное значение. Другие скажут, ну, вы пропагандист. Нет. Я ученый. Я сам определяю, о чем буду писать. Как историк. Как искусствовед. Сейчас у меня проект фотосравнения. Моя работа с работой Прокудина Горского. Вы слышали о нем? Прокудин Горский. Да. Фотограф. Избитатель. Работал в начале 20 века. Потом уехал. Эмигрировал. В 18-м году. После убийства царской семьи. Он их лично знал. Его богатая коллекция стеклянных негативов. Потом, каким-то странным путем, эта коллекция попала после войны в библиотеку Конгресса США. И я куратор этой коллекции. Почему? Потому что компетентные лица в Вашингтоне знал. Что я искусствовед, историк архитектуры и фотограф. Так что меня пригласили заниматься этой коллекцией. Я устроил первую выставку его фотографий. Именно в 1885 году. Потому что он свою работу не выставлял. Показывал, как слайдшок. Цветные его изображения. И печатал. Ну, путеводителей и так далее. Но не выставлял. Так что я устроил первую выставку через библиотеку. Фотографии про Кудиногорского. В то время печатали на фотобумаге. Цифровых ресурсов не было. А в начале 20-х, нашего столетия, вот этого столетия, решили отцифровать всю эту коллекцию. И просто фурор. Потом это все было доступно. И здесь в России коллекция про Кудиногорского, она стала национальным достоянием и национальным проектом. Сейчас есть блоги, которые дотошно пишут, где это, что. И это очень приятно, потому что я тоже пишу полную аннотацию к фотографиям про Кудиногорского. И сейчас у меня фотосравнение. Давайте откроем. Вы записали адрес? rbth.com Потом travel Потом discovering Russia И это его фотография, это сейчас в коллекции библиотеку Конгресса. Цветная фотография. Цветная фотография. Ну, это довольно сложный технический процесс. Там в конце каждой статьи есть описание этого процесса. Ну, какие изменения? Это, кстати, церковь, это зимний храм. Она поменьше. Легко отапливается, так что зимой пользуется. Сейчас это сарабряческий храм. Владимирской иконой Божьей Матери. А вот церковь Иоанна Златоуста. И как вы видите, в начале 20 века побелили. Сейчас только кое-где побелка видна. Опять моя фотография. 24 июля 97 года. Фотография без даты. Это не документ. Так что все мои фотографии, да. С точной датой съемки. Ну, видите, там остатки побелки. Есть другие нюансы. И всегда, с какой стороны вот это вид северо-запада. Тоже вид северо-запада. Он был в другом здании. Большой-большой аппарат. И он там с верхнего этажа соседнего здания. И как вы видите, дальше дальше это что? Волга. А вот видите, с юго-запада. Ну, как вы видите, как побелили. Вот. Белили. Потом это все отпало. Но все-таки более-менее в хорошем состоянии. Может, лучше без побелки. Но это уже с морей. Я уничтожаю. Но, вот. Вы видите, здесь крыльцо. Южное крыльцо. Здесь три крыльца. Это типичный переем для ярославской архитектуры. И здесь мы будем изображение чего? Разберетесь? Это что? Ближе, ближе, ближе. Преображение. Преображение. Там Христос. Петр. Это преображение. Преображение Господня. А здесь пределы. Предели. с вами названиями, можно так сказать. И шатер наверху. Удивить. Удивительное создание. Во второй половине долго стоили. Ну, наконец, построили в конце 17 века. Как вы видите, в моей фотографии 15 августа 2017 года ничего не осталось. Потом. Он... Во-во-во-во. Преображение. Это его фотография. 11-го года. Поближе. Так что он очень грамотно работал, но трудно было работать с таким большим аппаратом. И так как стеклянный негатив спускался, он мог фотографировать только на ровном месте. Понимаете? Потому что чук-чук-чук. Три раза. Для трех основных цветов. Желтый, синий, красный. А вот в библиотеконгрессе стеклянные негативы, они как черно-белые. На самом деле, ну, это типичный типографский способ. Вот эти слои соединяются, сочетаются, и вот все. А вот мой вид с Востока, с Волги, с Волги, ну, с берега Волги. Церковь Владимирской иконы, колокольня, как вы видите, без побелки, святые врата, церковь Ивана Златоуста. Удивительный ансамбл. И так хорошо смотрится с Волги. Потому что в 17-м веке и в 18-м веке в основном прихожане по реке приходили. Но вот это еще не все. Но Прокурин-Горский с Волги не сфотографировал. Но я решил все-таки показать свои фотографии 97-го года как вы видите керамика. это главное это апсида в центре. Вот видите. Такая лепота. Вот видите. Керамика. Здесь были богатые купцы. Они гордились своими храмами. В Ярославле столько купцов. потому что город находится на Волге. Так что оттуда можно на север в сторону Белого моря. На восток, на юг, в Сибирь. Так что они торговались с купцами по всему миру. С Англией и так далее. С Голландией. Так что деньги были. И каждый район в городе гордился своими храмами. И слава Богу, это очень ну хотя бы есть утраты и были и траты в советское время. Но все-таки Ярослав это сокровище. Это сокровище. И вот все-таки надо фотографировать, надо фиксировать, потому что состояние памятника постоянно меняется. Вот святые врата, вот колокольня, как вы видите, красный кирпич. Постепенно это все восстанавливается. И я еще опросил редактор, сделаю отдельную статью о фресках внутри церкви. Потому что про Гуденгорский там работал. Ну вот. Моя фотография какого года? 17-го? Так, спускаемся. Вот чтобы люди поняли. Фрески, которые мы видим на этой стене. На этой стене. Это северная стена. Это вид. Я просто решил опубликовать другую фотографию 95-го года. Показать диапазон. Это называется мониторинг. Мониторинг. Когда фотографируешь памятник год за годом. Как меняется? Что меняется? В каком состоянии? И обратно. Это его фотография Покладиногорского. Его фотография. 1911 год? Да. Совершенно верно. Здесь толпская икона. Толпская Божья Матери. Вот распятие апостола Симеона. Вот усекновение главы Дионисии святого. Здесь вот эти столпы целиком врезки целиком о деяниях апостолов. А здесь иконостас иконы. А сейчас в каком состоянии? в советское время здесь был склад. Вот моя фотография прошлого года. Икон нет. Ну некоторые в музеях. Ну здесь как вы видите. Это все было закрыто. А сейчас идет процесс реставрации фресок. спускаемся. Моя фотография дает контекст. Вот видите распятие апостола Симеона. Ориентиры. но я даю контекст. Потому что вы помните ему надо было на ровном месте. Он не мог. Вот так. Потому что негатив стеклянный падает, спускается. А если так, не будет спускаться. так что были такие ограничения. Удивительно. Просто чудо то, что он сделал. А вот еще фрагмент северной стены. Это из жития Иоанна Златоуста. Ну он известный святитель IV века. Проповедник Златоуст. Вот фотографии Прокудина Горского. Что здесь происходит? Император византийский его сослал на Кавказ. Потому что он постоянно критиковал императора, что он богато живет, не обращает внимания на бедных и так далее. Так что он был изгнан в Абхазию, кстати. Сейчас это Абхазия. А здесь что мы видим? Это он как епископ Константинополя принимает душу. Его душу? Да. В момент кончины это его душа. аркангела. Ну, конечно, есть сложности с световым гаммутом, но в основном здесь более-менее достоверные цвета. Ну, вы видите, вот. Вот. Душа, аркангел, Иван Златоуст. вот еще он дает помощнику деньги. Помощник дает деньги бедным, нищим. это все в фотографии Прокудина-Горского. И это моя фотография. Так что мы сравниваем. И вот на западной стене я решил включить, хотя в фотографии Прокудина-Горского только здесь маленькая часть западной стены. да? Ну, мне это понравилось. Я решил включить вот такой фрагмент. Вот Христос. Довольно гневный образ Христа. А здесь императорский двор. Так что он их упрекает. они богато живут. Слишком богато живут. Думают только о роскоши. Вот Христа им показывает Божье Слово. Внутри этого храма больше 500 сцен. Здесь не только из жизни, из жития Ивана Златоустрова, здесь Христос, здесь 8 рядов, 8 рядов 500 отдельных сын. А кто расписывал? Ну, это был артель. Артель. В основном 30-е годы 18-го века построили храм, а потом потом расписали, собрали деньги. Так что это не страшно. Но там в Ярославле есть десятки таких храмов. Ну, может быть, и не на этом уровне, но откуда столько денег, откуда столько красок? Ну, вот это народное достояние от памятника федерального значения. И теперь через мою работу, научную и художественную работу, это доступно мировой публике. Да, я пропагандист, но пропагандирую культурное наследие. Да, вот, например, Успенский собор во Владимире. фотографии 95-го года, 16-го мая, 98-го года, а вот фотография Покуриногорского. Есть такой, ну, скажем, автор, ведущий Ленин Парфенов. Вы слышали? Вы знаете, у него документальный фильм о Покуриногорском. Да, да. Да, так что я знаю, откуда он. Он из Уитигри, это Бологодская область. Кто-нибудь здесь из Вологды? Вы все москвичи? Нет. Ага, откуда? Да, из Хабаровска. Хабаровска? Любимый мой город? Да, там были? Какой вопрос? Надо, сколько раз вы были в Хабаровске? И сколько раз вы были в Хабаровске? Два-три. Но долго там работал. Еще был в Комсомольске на Амуре. У меня отдельная статья о Комсомольске. Там сталинский ампир. Архитектура отражает историю. Я историк. Удивительно, как вот этот город создавался, Комсомольск на Амуре, при сложнейших условиях. И там зеки были, ГУЛАГ. Но не только. В основном там оборонная промышленность и так далее, и так далее. А вы были в Переславле за леском? Не тот вопрос. Сколько раз вы были? Где вы были? Примерно 10. 10? Да. И у меня отдельная... У вас есть работа, да? Да, конечно. Вы просто... Вы знаете, там поиск. Вы знаете, поиск. Да? Вы просто напишите латинскими буквами Переслава-Залезки или Хабаровск. И там будут другие статьи, не только о Метеоре, если Челябинск. Да? Екатеринбург. Да. Я был там впервые в 99-м и весной прошлого года. Такие изменения, там такой строительный бум. Такие небоскребы. там высокое здание это как его? Это известный... Высоцкого. Да, Высоцкого. Да, совершенно верно. Удивительно, как город изменился. И там новый храм на месте какого дома? Ипатьев. Ипатьев. Дом? Да, Ипатьево. Да, совершенно верно. Вот. Еще какие города? Казань. Казань, конечно. Конечно. Я там был знаком с главным советником президента Шаймиева. Много-много там работал. Меня возили по всей республике. Был в Елабуге, Чистополе, других маленьких аулах и так далее. Там тоже богатая культура и православная, и мусульманская. Много новых мечетей. Опять Россия это много конфессиональная страна. Да. Это не только православие. Хотя православие это костяк. Это основа русской культуры. Но есть и другие богатые культуры. Кто-нибудь здесь из Бурятии? там буддизм. Там не монастырей, а датсаны. Датсаны. Буддийские монастырии. Так что страна у вас огромная, удивительно богатая страна. и моя работа изучать архитектуру как отражение истории и культуры. А можно вопрос? Да. А чем вас привлекает именно архитектура православных храмов, церквей? Потому что там искусство. Я искусствовед. Ну, а остальные какие-то вы же тоже видели протестантские. Да, 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 да. Конечно, я все фотографирую. А что вам большему нравится? Архитектура какого? Да, мне все нравится. Все нравится? Да. Да. И костелы. Потому это отражает чаяние вот местных жителей, отражает культуру. А почему там были католики? Ну, есть определенные исторические причины. Они тоже сделали большой вклад. Огромный вклад. Тобольский там прекрасный костел. Тобольский. Почему Тобольский? Потому что там были польские ссынные. А потом они приспособились как и в Иркутске. Дмитрий Шаштакович. Это вам что-нибудь говорить? Конечно. Его семья польские ссынные. А часть семьи еще живет в Иркутске. А вот его родители вернулись в начале 20 века в Петербург. Он родился в Петербурге в 1906 году. Но родственники до сих пор живут в Иркутске. Кандинский. Василий Кандинский. Опять из сейчас Бурятия. А потом они вернулись в Москву в середине 19 века. У них была усадьба в Сибири. Василий Кандинский. Кандинский это польская фамилия. Польская. Кандинский. Да. Да. Так что архитектура нам показывает артефакт. А когда если мы хотим больше знать об этом артефакте артефакте то мы начинаем открывать совершенно другой мир. Мир великого художника. так далее. Так что фотография это ключевой элемент научной работы. А в Америке они говорят ну что ты либо ученый либо фотограф. А в России это никто. Академик российской академии художеств. читаю читаю историк архитектуры фотохудожник. Здесь это никого не удивляет. Ну спасибо Зураб Константинович подписал сервит телек. Он президент академии. Это огромная честь и большая помощь мне в своей работе. Так что иногда надо я думаю главное качество для такой работы это упорство. Упорство. надо держаться. Выбрал свой путь идите по этому пути. Надо честно добросознанно работать но ты сам хозяин. Если говорят не надо так ты не можешь это не твоя работа это только меня взбесит. я буду делать то что мне дано делать. Так что вот 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 и я думаю что вы тоже найдете свой путь. Ваша главная цель когда вы ездите по России архитектура но естественно вы обращаете внимание на культуру на людей на то как они живут и если допустим я планирую путешествие по России и хочу погрузиться в быт людей можете ли вы сказать где вы прочувствовали настоящую русскую культуру такую может быть где люди относятся к религии наиболее серьезно в какой части России или в каких регионах везде наиболее скажи в Москве я часто захожу в церкви но я чувствую что люди часто заходят в церкви машинально и не относятся к этому не только в Москве нет это большие города ну это ваше дело я все-таки посторонный человек и никогда не вмешиваюсь в местных споров если это носится к сохранению городской среды это местным работом я гость в этой стране так что без комментариев я просто общаюсь с людьми и слушаю это не нам американцам говорить что не надо так или надо так у нас полно своих проблем я люблю Володу я люблю русский север ну и что люблю Челябинск нет неинтересных мест в России просто нет какой город вас больше всего покорил куда бы еще раз хотелось вернуться да вообще вообще не надо не успеваю прям в каждой не успеваю просто они меняются но реально говоря я вот езжу в такие места где меня приглашают и готовы меня принимать и работать со мной например совершенно неожиданно получил приглашение работать в Липецкой области это было 4 года назад фантастически интересно но вот люди меня приглашали возили помогали я обычно живу у людей Липецк но не только Елец а какой великий русский писатель оттуда первый ваш Нобелевский лариат Бунин Шучу Шутка Бунин Бунин Иван Бунин оттуда вот усадебный дом уже не сохраняется но все-таки есть памятник вот Елец очень очень милый город но там правда недолго но были солдаты вермахта осенью 41 года да они там недолго были но были и там еще Лебедян какой еще писатель из Лебедянина Замятин Евгений Замятин слышали да ну из Лебедянина если говорить про Америку то какой бы город вы выделили с точки зрения архитектуры то есть что вам лично нравится Новый Олеан Новый Олеан так было Новый Олеан да Новый Олеан да сейчас трехсотлетие Нового Олеана так что по нашим меркам это старый город да почти ровестник Петербурга Петербург основался в 1703 году а Новый Олеан спустя 15 лет они оба находятся на противных местах на болоте ну и что великий город великая культура очень интересная архитектура Петербург конечно гораздо больше крупнее Нового Олеана но Новый Олеан сыграл и играет очень большой роль в истории нашей музыки джаз и так далее не самый прогрессивный город не самый богатый город хотя в 19 веке очень богатый город но сейчас Даллас-Юстон но они такие безлыкие города Даллас-Юстон там у них хорошие школы и так далее и так далее это плюс большой плюс но там культуры нет а в Новом Олеане культура очень своеобразная культура так что там очень хорошая архитектура удивительно удивительно красивый город очень пострадал я был в Москве когда ураган в 2005 в конце августа Катрина это просто как война такая катастрофа для Америки стыдно и столько жертв столько жертв стыдно ну это уже другой вопрос так что для меня Новый Олеан это сам ну я живу в Бостоне в Кембридже когда преподавал в Гарбиде я живу напротив Сан-Франциско в Беркли так что знаю вот есть очень хорошие у нас места и современная архитектура у нас очень интересная ну в России совершенно другая среда совершенно другая историческая среда художественная среда я верующий но не православный я протестант ну я родился на юге в Америке вы знаете протестант в основном южане протестанты ну они английские иконы вот добрались до Америки в конце 17 века брумфилд это филд это поле брум это растение которое растет в северной части Англии цветет весной это что-то по-разному вот ракитник или что-то в этом роде я не знаю да да так что мои предки древние вот свободные фермеры Англии а потом они до прождества Америки да в 17 веке в 17 веке а как меняется менялась архитектура в России и скажем в Америке она одинаково как бы прогрессирует или может наоборот бывает ну есть конечно но просто международный стиль вот все эти башни но разница есть конечно законодательные вот стороны вот немножко разные другие но сходство есть конечно то ли Франкфурт то ли Миннеаполис то ли Москва Москва-Сити а вот если говорить об архитектурных памятниках современной архитектуре которые остались вот еще с тех времен в Америке 17 века и у нас они одинаково нет в Америке почти нет памятников 17 века почти нет нет это единицы единицы потому что в американских городах сносит потому что там стороны нет а вот еще давайте сейчас запишем еще ссылку так 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 главный мой российский сайт культинфо точка ру это главный сайт департамента по культуре Вологодской области люблю Вологду вот интерактивная здесь 36 тысяч моих фотографий всего у него в коллекции 170 тысяч чем-то но что интересно здесь как всегда с датой съемки что интересно теперь обшили этот храм священник там обшивка доски вот фотографии вот первого дня наконец доехали сюда транспорта нет только если у вас очень много денег можно на летолете иначе ну мы просто нашли людей просто удивительно там приключения сплошные но вот вот все эти детали в моей фотографии сейчас они не видны потому что обшивка значит такая обшивка это все закрыто так что слава богу я там был дата не помните дату да здесь архивный сайт так что здесь все мои вот видите это просто чудо чудо церковь построили 1607 1708 года конец 17 века еще стоит ну это чешуи и длимеки они конечно меняют их но со мной сруб вы видите как стоят вы знаете о греческом философа Еракли знаете да да вот 4 элемента в офис в этой фотографии и там трансформация трансформация это конвертерный цех получают что конвертерный цех что получает и что производит ну металлургический может быть комбинат нет да конечно чугун получают чугун железа и получают через огромную температуру что получают что делают я слышу не стесняйтесь что делают из чугуна что делают встали конечно конечно вот состав а вот я был именно в тот момент это когда плавли когда плавли желтый дым постоянно нет не постоянно не постоянно это определенный момент процессы обработки это сера сера да так что спасибо я потом опубликую они не хотели чтобы я включил вот эти фотографии книгу о черповце и зря год прошлый год год экологии ну что ж фотографии никого не убивают при чем здесь экология и очень жалею что все-таки мы их слушали и издать он не включил но я еще опубликую я сделаю отдельную книгу о моей фотографической работе обязательно спасибо вам огромное что вы включили что вы поняли что вы поняли а вот такие заводы не просто так существуют это для обороноспособности страны экономически да пожалуйста да можно можно по теме череповца вот мы смотрели на сайт Russia Beyond до этого да пишите туда статьи и мне интересно как американцы реагируют на этот проект потому что он очень интересный и мне он понравился но при этом можно сказать то есть если ваши статьи носят именно характер искусства отстраненного от политики от менталитета русских то остальные статьи относят достаточно пропагандистский характер да да очень интересный вопрос молодец молодец да да ну я говорю иногда просят чтобы его это сняли сняли что мы не хотим смотреть да 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 а ваши друзья знакомые то есть это как преобладающие нет вот со мной положительно смотрят на это а если не интересуется пожалуйста не смотрите если вам некогда пожалуйста ну это очень хорошая потому что там контекст определенный контекст вы все это поняли а я участвую в этой структуре но я сам определяю я немножко недоволен тем что сейчас добавляют ну я уже говорю там на правой стороне вот эти рекламы read more ну это типично любого сайта они хотели чтобы вы не долго читали а чтобы они постоянно переходили 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 это не реклама это вот просто о других статьях на правой стороне и я прошу чтобы они да что убрали просто это просто отвлекает внимание от моей работы я считаю моя работа это там есть своя сфера и атмосфера не хочу чтобы мешали но вот я очень признателен молодым коллегам в России сегодня Russia Beyond это просто очень хороший проект и для меня это очень полезно потому что для новой книги о моей работе на севере Architecture at the end of the earth я много перекачал из своих статей для Russia Beyond то есть это предварительный вариант показывает не только мою работу как фотограф но и работу как историк но фотографическая работа это мое московское главное наследие сто лет 200 лет если мы еще на этой планете будут ссылаться на мою работу как как и сейчас ссылаются на работу про Кладиногорского можно еще вопрос вы в начале лекции говорили что ваши коллеги американские журналисты часто руководствуются журналисты не маленькие коллеги я не журналист они часто руководствуются какими-то стереотипами русских вы очень частый гость России вы прекрасно все видите знаете вы сами как относитесь к этим стереотипам отрицательно отрицательно конечно нет конечно нет ну не изменишь есть такие стереотипы по определенным причинам какие стереотипы я немножко не понимаю о чем идет речь какие стереотипы в сознании американцев доминируют в отношении русских людей что они как-то идиоты которые ничего не понимают что там система да вот и так система но это просто надо читать я уже не читаю и всегда пишут с пафосом можно писать о России без пафоса но это пикантный момент что в России страдают что в России вот это и то это ну разве у нас в Америке нет проблем своих стреляют в школах а политики как-то равнодушно к этому относятся сейчас такие страсти в Америке так что ну а Россия пишет мрачными тоннами и это демонизация ну Russia Today например или вашего президента или что вот это ну каждый имеет право вот высказаться но кому это нужно в конце концов но я не вмешиваюсь в политику я не аналитик я не политолог я просто раньше в 90-е годы писали рецензии опубликовали рецензии о моих книгах а сейчас если что-нибудь о русской культуре о культурном наследии это не интересно это не интересно кому это нужно теперь все о политике больше не буду об этом говорить где в России что мне не нравится что дел больше сюда не летает вот что мне авиалиния делта больше сюда не летает это страшно не нравится но это не вы не виноваты плохо сплю в поезде это я виноват плохо спится я решил за всем тратить деньги если там храпит человек лучше в плацкарте в ноябре там губернаторская машина для презентации своей книги о терапопте они меня забрали и это конечно удобнее в плацкарте удобнее? нет машина губернаторская машина а скажите во всех городах вас принимают местные власти или как-то оказывают вам поддержку или нет? местные органы по охране памятников они вас знают вы предупреждаете о своем привести? иногда министерство культуры раньше когда работали в конце 90-х годов очень тесно были хорошие отношения с министерством культуры сейчас я могу без них но они конечно предупреждали в Томске в Иркутске в Омске они всегда заранее предупреждали меня встречали дали транспорт возили по области там расстояние вот такие огромные это все к делу они знали о моих книгах это не просто так то есть в вашу работу никто не вмешивался вам только помогали но это сопровождение у меня было навязчиво да 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 и что? фотоаппарат какой фотоаппарат? никоны почему? вот так неплохие аппараты и там много объективов просто там профессиональные объективы для архитектурной съемки но был вот для широкой броника это как японский газоблат но сейчас больше это не нужно это такой вес но иногда помощники которые аппаратуру они таскают а у вас много с собой аппаратуры? часто цифровая это меньше но там еще объективы объективы так что штатив вы используете? иногда но не так часто потому что работа со штативом это очень нудная работа но зато вот мои фотографии вот Покровцево храма в Лединах это Кагубовский район теперь вот это храма уже не существует удар молился он сгорел память в федеральном значении а у меня там сотни фотографий интерьера это со штатива в основном со штатива да детальная съемка на пленке но цифровая аппаратура дает гораздо больше возможностей просто гораздо больше возможностей Ваши фотографии относятся к репортажной съемке или к художественной? к какой отрасли это не репортажная съемка это документальная съемка и художественная у меня была персональная своя выставка в музее архитектуры на Волконте это было в 2001 году а потом после этого меня избрали членом иностранным членом российской академии архитектуры и строительных наук а в 2006 году как вы видели меня избрали почетным членом как иностранец почетным членом академии художеств российской так что я единственный американец я просто констатирую единственный американец который является членом двух государственных российских академий они все отрасловые академии академии наук вы поняли из академии наук из академии медицинских наук академии архитектуры и строительных наук академии художеств это все отрасловые академии академии наук то есть это государственная академия никогда не упрекали за то что вы так увлечены русской архитектурой и не снимаете так тщательно архитектуру допустим того же нового орлеала и там тоже очень много деревянных да другие люди этим занимаются просто мне некогда этим заниматься а то что я делаю в россии никто не делал то есть русские фотографии ради бога если тысячи они делали сайты соборе ru temple ru где люди вот размещают свою это прекрасно это прекрасно не только я фотографирую но никого как ученый с таким диапазоном работы как я особенно на западе и вот почему вот в 85 году создали архив моей работой вот мы не бром пилл коллакшем национальная галерея искусства это один из крупнейших музеев в вашингтоне очень но согласитесь ли вы с тем что большие награды для вас было бы если бы однажды по вашим фотографиям возвели заново восстановили какой-то исчезнувший памятник архитектуру я вот этого не решаю если бы вдруг когда-то решили восстановить какую-то утраченную церковь и единственное свидетельством или самым подробным свидетельством стали бы ваши фотографии но они все премия это связано именно с этим бусом время и лихачева не не просто так дают это все связано все связано но никогда еще ваши фотографии не использовали для восстановления может быть и я подозреваю но я вы знаете тут все об этом не говорит пустят как работа в работа доступна спасибо русским коллегам что вот эта робота доступна потом пользуйтесь пользуйтесь после надо надо решили написать надо я очень сейчас переживаю что будет с моей коллекции просто я просто не исправляюсь раньше помогали но все-таки это очень сложная работа и не справляюсь так что посмотрим может быть русские коллеги помогут с этим ну и у меня бы не знаю как у вас а воле-неволе возникает еще один вопрос вот мы провели уже полтора часа с американским профессором правил профессор и полтора часа вот точно так же он на лекциях нового ли отличаются наши ребята от ваших американских студентов ну я точно не могу сказать но не очень отличаются а нам по америке сейчас об этом не говорят это да 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 это это некорректно это да нет это не шутка об этом не говорят нельзя сказать я не знаю может у вас в америке вообще не принято говорить мужчина женщина у вас нет уже дифференциации совсем по гендерному признаку но у нас все-таки принято задать вопрос какой тип красоты вам больше нравится американский или русский я просто скажу что я очень часто сюда приезжаю вот все очень политка политкорректно сегодня можно вопрос задать тоже о народе может быть него в общем когда вы первый раз приехали в россию были ли вы как-то шокированы или попали в какой-то дискомфорт от нашего менталитета очень хороший вопрос очень хороший очень хороший вопрос потому что я впервые вы помните новые мало молодые но я первый раз летом 70-го года поле на обмена преподавателями вьетнамская война шла очень сложное время мы именно в 70-м году бомбили хайфон ближе среди советских моряков но там в мгу нас так добродушно встречали и дело даже не в этом хотя и в этом но я помню вот первый как вчера из череметьево она все было в лесу это березы сразу я покорил это березы извините извините это березы меня покорили это просто сказки красота и там но еще поставили то что поставили и это и ежики вот да 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 на ленинградском шоссе да точно поставили да и какого-то вот это не было но вот это недавно поставил моему шестьдесят девятом это был очень интересный момент но нас преподаватели в верю профессионалы они так добродушно с нами работали но это отдельная тема но я помню однажды около парка культуры там были стенды фотографии студенты калифорнийского университета беркли протестуют видео я себя не знаю но да мы протестовали эта война огромная трагедия и для нашего народа и для вьетнамского народа народа просто а страшная трагедия и я могу сказать россия спасла меня от этого от от этой войны потому что почему я получил отсрочку нет бескорыстно но но одно другого не мешает да да это была страшная трагедия страшная трагедия столько жертв есть очень очень просто гениальный мемориал в вашингтоне симеон почти 60 тысяч с нашей стороны 60 и зачем зачем так что и мы как-то и в наших школах я спрашиваю у студентов что они вот говорят о вьетнамской войне в школе в школе да да я спрашиваю своих не фон университета а в школе почти почти не да ну кому как странно ну есть такие гениальные фильмы апокалипс нау плату он форматал джакет о войне гениальный дир хантер охота за оленю но вы наверно знаете удивительный фильм это лучшая работа мэрил стрим кстати именно в этом фильме и там есть русские эммигранты вы видели это фильм такой пафос а что мы забыли не знаю точно очень сложный вопрос очень сложный вопрос но я первый раз и вот так хорошо нас встречали что я решил сразу конце лета надо сюда обратно и через год приехал на год лгу лгу ленинграде работал над докторской диссертации а чему посвящена василию слепцова удивительный писатель и слава богу что перевод его главное произведение трудное время вышел первый перевод потому что вышел с моим предисловием у нас в америке это первый перевод слепцова на любом языке он предшественник чехова удивитель писатель и обозреватель он писал для отечественных записок это он знал некрасова и были у него репортажи такие интересные потому что он ну это сложный вопрос и я теперь я понимаю почему и там тоже вопросы об отношениях новых людей ночи на чешевске мы все знаем что делать но там все отдала довольно тенденциозно а у слепцова отношение между мужчинами и женщинами это как-то все разрабатывается он почти как американец но растете может быть у вас другое мнение будет трудное время всего 150 страниц коней чуковский его очень уважал и любил а скажите а вот русский язык вы когда начали изучать у себя университете или же когда приехали в россию ну у нас в университете да но с огромным трудом и ну и только начал усваивать только здесь но это уже совершенно другая тема это обязательно это уже третье приглашение просто как южанин я вырос очень сложное время расовые проблемы 50-е годы кто виноват воспоминания гражданской войне но вы знаете вот есть такой роман унесенный ветром знаете ну вот я вырос именно там именно там около атланты так что вот когда начал читать в войну и мир то слово это наш народ они тоже страдали мы страдаем кто виноват но это очень очень серьезный вопрос так что это короткий ответ на ваш вопрос награждает русскую литературу в переводах по-русски никто не читает да конечно не конечно не а вообще русский язык учат в университете куриенскому да очень вообще к русской культуре к национальным достояниям вот эти фотографии него помогают как они вообще относится к культуре каши но они просто ничего не знают не особенно не особенно да и другие заботы и другие интересы ну что ж что ж да не надо падать духов но если между нами то что я делал в университете это это для меня искусство я не могу без этого это база для меня но главная работа это вот эти такие глобальные проекты через интернет вот считается что русские много пьют как вы к этому относитесь это мне кажется четвертое приглашение не я считаю очень хорошо ваш президент он за здоровый образ жизни это это очень хорошо и не надо вот не надо курить курить не надо я курил бросил за ночь ночью но я долго об этом думал и чувствовать что это нехорошо что и успокаивает нет не успокаивает стук-стук-стук в сердце вот вот это зачем нет некоторых нашей аудитории волнует очень это проблема даже могу показать за ночь но я долго держал в столе до пачку секрет ну как друг вот так но надо думать о здоровье надо думать о здоровье так что вот это мои прощальные слова ну что коллеги а